Как-то в ноябре 1902 года, около четырех часов дня, возле чайного зала на углу Панской и Николаевской улиц собралась небольшая кучка народа. В этой кучке в основном были гимназистки и ученики начальной школы. Но можно было здесь видеть и весьма внушительного господина, мастерового и очень прилично одетую даму. И вот все эти люди в течение некоторого времени наблюдали не самую красивую сцену, которая разыгралась на их глазах. Парень был, Ванюха, ражей, рослый человек. Не поддайся силе вражьей, жил бы долгий век. Полусонный по природе, знай, зевал в кулак. И название в народе получил вахлак. Спокойно в течение некоторого времени самарцы, столпившиеся возле чайного зала на углу Панской и Николаевской улиц, наблюдали за тем, как извозчик расправлялся с седоком, якобы не уплатившим ему 20 копеек. При этом недалеко от тротуара стояли извозчие сани под номером 15 и салазки с ящиками какой-то колбасы. Подвыпивший седок по виду мелкий торговец или служащий лежал здесь же, на тротуаре. Из носа у него текла кровь. Он несколько раз пытался подняться, но озверевший извозчик сейчас же вновь ударом ноги валил его на землю. Разумеется, вся эта сцена сопровождалась площадной бранью извозчика, который особо старался для зрителей. А когда из толпы послышались протестующие возгласы, он сказал, а что же мне, смотреть на него, что ли? Однако расправу свою он все-таки прекратил и ушел в чайный зал греться. Избитый же человек сидел на тротуаре и размазывал кровь по лицу, пока кто-то из зрителей не догадался, что ему нужно умыться и обогреться. К этому надо добавить, что ни один блюститель порядка, пока продолжалась вся эта жестокая сцена с участием кровожадного извозчика и его жертвы, возле чайного зала так и не появился. Словно бы это избиение происходило не в самом центре города, а где-нибудь на забытой богом окраине. Проживающим на Панской улице между Вознесенской и Казанской ежедневно приходится видеть зверскую расправу с измученными от чрезмерной клади животными, писала Самарская газета в июне 1902 года. Дело в том, что на лошадей, перевозящих грузы с пароходных пристаней в город и на вокзал, наваливается такое количество клади, которое под силу свести лишь двум лошадям. Кроме того, подъем Панской самый крутой. Лошаденки выбиваются из сил, спотыкаются, падают и извозчики поднимают их кнутами. Возле упавших лошадей собираются толпы народа, но никто из толпившихся не протестует против подобного зверства. Интересно, почему же молчат живущие в Самаре члены Халужского общества защиты животных? А вот какая история с участием одного из самарских извозчиков, фамилия Евстигнеев, произошла летом 1901 года. И, надо сказать, вышла этому самому извозчику боком. Видно, не знал Евстигнеев, что считать деньги в чужом кармане самое распоследнее дело. Вот и потянулся к этому самому чужому. В июле 1901 в полицию обратилась некая Потатуева, заявившая о том, что она взяла извозчика вот здесь, на углу Заводской и Саратовской улиц, и приказала везти ее домой, на угол Воскресенской и Преображенской. Однако, вместо этого он повез ее за город к артиллерийским казармам. Там он сорвал с нее шаль и, вырвав из рук платок с шестью десятью копейками, бросил за городом и уехал. По утру Потатуева вернулась в Самару и отправилась в полицию, где заявила, что была ограблена извозчиком номер 11. Однако, при встрече с ним ни его самого, ни его лошади Потатуева не признала. Выручил случай. Один из опрашиваемых извозчиков, Лобачев, узнал в Потатуевой пьяную, которая накануне вечером рядила его ехать к артиллерийским казармам, а после его отказа севшую к извозчику Евстигнееву. Тогда городовой отправился к этому самому Евстигнееву и нашел у него шаль и платок к терпевшей. Привлеченный к следствию, Евстигнеев рассказал, как было дело. Купив по дороге в казенке водки, он довез Потатуеву до артиллерийских казарм, ну и хотел иметь там с нею дело. Однако, видя безуспешность своих просьб, рассердился и потребовал заплатить за неблизкий проделанный им путь. Однако денег для оплаты проезда у Потатуевой не оказалось. Тогда Евстигнеев столкнул ее с дрожек и отправился домой. А уже добравшись до Самары, обнаружил в дрожках ее шаль. Вначале он хотел заявить об этом полиции, но потом передумал, решив, что шаль может служить возмещением потраченного им времени. Платка же и денег Потатуевой он и видеть не видел. Оставим ненадолго бедолагу Потатуеву и расскажем о развлечениях самарских извозчиков. В конце августа 902 года на углу Дворянской и Алексеевской улиц против Струповского сада собралась целая толпа их, которая стала подзадоривать одного из своих товарищей, дразня его, что он не въедет на своей лошади в ворота сада. Извозчик спорил, утверждал, что въедет и выходил из себя. Наконец, отъехав с угла на Дворянскую улицу до Николаевского приюта, он разогнал лошадь и исполнил свое обещание, въехал в ворота сада. При этом он сшиб с ног выходящую из сада, женщину причинив ей ушибы и едва не задавил ребенка. Вместо награды безобразник был отправлен в часть, где на него составили протокол. Не знаю, отрезвил ли составленный протокол извозчика штурмом взявшего ворот Струповского сада. Но мне почему-то кажется, что вряд ли. И чувствовал он себя совсем не безобразником, а победителем, одержавшим победу в схватке с неизвестно чем. И по городу ездил с гордо поднятой головой, меня себя триумфатором, перед которым должны расстелить красные дорожки. Ну а теперь самое время вернуться к извозчику Евстигнееву, представшему перед судом присяжных, которым предстояло ответить на несколько весьма непростых вопросов. Можно ли, например, доверять показаниям женщины, память которой не удержала ни места, где она наняла извозчика, ни избранного ею направления. Можно ли отвергать показания свидетельницы Андреевой, почти в точности подтвердившей все, что сказал Евстигнеев? Куда подевался платок, якобы найденный у Евстигнеева городовым? И, наконец, можно ли считать похищение у бесчувственно пьяного человека грабежом? Или это все-таки кража? Разобрав все обстоятельства этого дела, присяжные признали Евстигнеева виновным в грабеже, но без насилия. И заслуживающим снисхождения. А суд приговорил его к лишению всех особенных прав и к отдаче в арестантское исправительное отделение сроком на два с половиной года. Ну, что скажешь, Евстигнеев к добру или к худу встретилась на твоем извозчем пути, вот здесь, на перекрестке Заводской и Саратовской улиц, это самая Потатуева. Думал, наверное, что все обойдется? Нет, вышел бы все как раз по-другому. Вот сиди теперь в арестантском и размышляй, будешь ли в следующий раз соглашаться на слезливые просьбы подбросить до казарм. Нам жалуются, читаем в Самарской газете, что на Дворянской улице, около гостиницы братьев Ивановых, с утра до позднего вечера стоят извозчики, которые громогласно сводят между собой счеты из-за мест и очередей. Так что проходящих мимо вянут уши. Было бы не лишним запретить эту стоянку извозчиков, как нет этих стоянок возле других самарских первоклассных гостиниц. Так почему же это не касается гостиницы братьев Ивановых, ожидая постояльцев которой извозчики занимают целый квартал от Москательной до Предтеченской улицы. Самара Дворянская и Самара Купеческая. Концерты в благородном собрании и концерты в канцелярском клубе. Все это было и было шумно, ярко и зрелищно. Но в это же самое время жила-была и Самара Извощичья, и у нее тоже были свои концерты и свои развлечения. А чем еще, если не концертом, было избиение возле чайного зала на углу Панской и Николаевской улиц, после которого, как мы помним, извозчик, только что избивавший своего седока, заметил, а что же мне еще делать, глядеть на него, что ли? И отыграв свою партию на пятерку с плюсом, ушел в чайный зал погреться чайком. А извозчики на Панском спуске, а возле Струкфского сада, здесь вам и концерт, и бенефис, и дивертисмент, и танцы с оркестром. И все это она, Самара, все время куда-то летевшая, а потом мучительно вспоминавшая, куда она летела, и что ей там было нужно. А ведь был детина ражей, рослый человек, не поддайся силе вражьей, жил бы долгий век. С вами был Михаил Перепелкин.